Чтобы заставить замолчать жителей, которые хотели привлечь внимание к проблемам Уренской больницы, главврач больницы написал на них заявление в прокуратуру. Напомню, в феврале местные жители стали писать в соцсетях, обратились к нам в редакцию с рассказом о том, что врачи увольняются из их больницы. Например, на 6 тысяч детей осталось всего 4 педиатра. Не хватает также и врачей узких специальностей. Тогда, в феврале, главврач Уренской больницы интервью по этой ситуации давать отказался. Но среагировал, написал заявление в прокуратуру. Когда мы решили придать это все огласке в соцсети, в интернет и вызвать телевидение, после этого у нас главврач не то, чтобы исправить, как-то изменить ситуацию, после этого он побежал в прокуратуру писать на нас жалобы, выставил нас в таком свете, как будто мы какие-то преступники. То есть, ну, в скобочках было написано клевета либо оскорбление, он еще не определился. Жалоба поступила не только на меня, на многих девочек, которые выступали. Ну, вместо того, чтобы решать проблему с врачами и как-то, не знаю, снять какую-то нагрузку или еще что-то, главный врач ходит и пишет заявление на людей, которые выступают за врачей. Мы писали с просьбой, чтобы рассмотрели, чтобы приехали, провели проверку и рассмотрели графики, либо зарплаты там врачей. Ну, мы не знаем причины их ухода, понимаете? Ситуация в больнице не изменилась. Не изменилась, нет. Наоборот, еще только хуже стало. Последней каплей было то, что за несколько недель ушло два педиатра. И педиатров у нас не осталось. Ну, сейчас, конечно, вызвали на прием двух тоже педиатров. Один был на садиках, а Татьяна Юрьевна была на 0,5 ставки. Сейчас ее вызвали, они тоже сидят. Спасибо им огромное за то, что они согласились. Мы по поводу проблем со специалистами. Со специалистами мы поговорим по поводу позже. Сейчас я разговаривать не могу. Подскажите, пожалуйста, вот вы жалобы в прокуратуру на жителей Урени пишите. Это более важно, чем... Я на жителей Урени, жалобы в прокуратуру не пишите. Дайте, или... Давать не буду, я против свободы слова не выступаю. Или вам не нравится, что... Мне сейчас идет, мне все нравится. Люди позицию свою высказывают по поводу ваших проблем. Что вам не нравится? То, что люди позицию высказывают? Нет, мне нравится, когда люди... О ваших проблемах люди говорят. О проблемах своих мы сами знаем. Так почему не решаете их? Решаем. Мы ходим, он с нами не разговаривает, он ни с кем не разговаривает. Он очень самоуверенный. Он лично мне в глаза говорил, когда мы с ним встречались. Он мне лично сказал, вы не дождетесь моего ухода. Понимаете? А у нас не было, как бы, ну, у нас не было такой задачи, чтобы его убрать из главврача, то есть с этого поста. Мы просто хотели, чтобы он немножечко нас услышал, чтобы он изменил ситуацию в больнице в принципе. Кстати, еще в феврале Минздрав Нижегородской области официально подтвердил факт нехватки врачей в Уренской больнице и то, что министерство предпринимает меры, чтобы укомплектовать эту больницу врачами. Поэтому зачем главному врачу потребуют сначала писать заявление в прокуратуру, а потом это отрицать, неясно. Минздрав Нижегородской области